Четыре вмятых авто, девять пострадавших, двое погибших. Страшная авария произошла в августе 2015-го. Даже через год следствия вопрос, кто виноват случившимся, решен не был. Дмитрий, почти в вене погибли двое человек. Дмитрий Найдин, сынок с главой Камни на Аби, в тот день находился в машине вместе с подругой Еленой Игнатьевой. По версии следствия, их БМВ и стала причиной ДТП. А за рулем, определили следователи, был Дмитрий. Он отсидел уже два года. Все это время адвокат доказывает невиновность клиента. Так, в некоторых документах водителем значится Игнатьева. Есть еще один момент. При вынесении итогового решения, если суд исключил протокол осмотра места происшествия, включающий в себя схему ДТП, соответственно, возникает вопрос, те экспертизы, которые на основании этих документов были проведены, являются ли законными? В 2016 году Краевой следком признал факт фальсификации в деле. Следователь Александра Киселева вносила в протокол измененной страницы. По итогу она получила дисциплинарное взыскание, но дело не пересмотрели. Не учли, по словам адвоката и другое. Например, в деле фигурирует водительское удостоверение Дмитрия с номером, который он получит через месяц. За час до аварии камеры фиксируют. За руль садится Дмитрий. Но за несколько минут до ДТП утверждал свидетель в суде. За рулем была Елена. Эту версию подкрепляет и характер ее травм. Позже, как говорит брат Дмитрий, этому свидетелю стали угрожать. Алексей Найдин хотел бы поскорее вернуть брата домой. Когда неопределенность, когда сидишь непонятно за что, похудел очень сильно, то есть он постоянно, вот это у него нервное какое-то, я не знаю, там, он говорит, там, у него все клопы какие-то едят, там у них травят, никого соседи не едят, его только едят. Ну, то есть состояние, конечно, такое очень удручающее. Защита уверена, что такой расклад – дело рук сожителей Игнатьевой, который давил и на свидетелей, и на правоохранителей. Осенью адвокат будет вновь ходатайствовать об условно-досрочном освобождении Дмитрия Найдина и оспаривать решение суда. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. День с толком.